Это, кстати, выход Катарины. Папа ее представляет женихом, потому что вперед младшей дочери. Младшая дочь не может быть выдана замуж вперед старшей, поэтому он должен сосватать старшую дочь за какого-нибудь жениха. Она очень, Катарина, очень строптивая, и никто ей не нужен, никто ей не подходит, она так считает. Все они глупые, надоедливые, и каждый по-своему. Очень они ее раздражают, очень. Ну и вот здесь она, это уже совсем консистенция такого, когда все ее достало. И каждому сейчас достанется на пироги. Включая, кстати, папу ее. Тут она уже доходит до кондиции, когда практически не различает, кто есть, кто и где. Потому что эти глупые ухаживания за сестрой, и Семена Чудина, и папы, и Слава Лопатина, и Игоря Циркова уже ее достали, прилично достали. Что они все время, каждый по-своему пытается как-то выпендриться перед сестрой. Сейчас она всех построит быстро. Кого, куда, к каждому прилетело. Вот это любимое движение Семена. И конец первой части вариации, да, соло ребят. Это, в общем-то, они уже как бы спрашивают папу, что можно, мы уже уйдем. А он говорит, нет, вот смотрите, любуйтесь, выбирайте. Конечно, они все хотели бы в жены взять бьянку, но папа настаивает, что кому-то должна достаться Катарина. Они безумно боятся все. Только-только убрать бы руки, вот как тут делает Слава. Быстрее бы от нее уже отвязаться. Она как назойливая змея. Все время к каждому. Никого не упускает из вида, достается каждому просто. И папа пытается ее успокоить в этом моменте и говорит уже, сколько можно. Но это на нее не действует совершенно никак. Она даже не замечает уже практически нового лица, появившегося в доме в виде Петручьего Владислава Лантратова. Она настолько находится на взводе, что тут уже включается фурия. Тут уже папа закипел и сказал, стоп. Ну, напоследочек еще все равно досталось. И вот она я, героиня. Всех победила, так сказать.